Почему свежий мед мутный, а не прозрачный? Мед является очень популярным продуктом, на который с каждым годом становится все больший спрос. Он содержит в себе большое количество витаминов, минералов, переваривается человеческим желудком, без остатков помогает при многих болезнях, особенно простудного характера. Но все эти полезные свойства содержатся только в натуральном продукте. К сожалению, существует масса способов приготовить фальсификат, поэтому следует знать некоторые правила, благодаря которым можно отличить натуральный продукт от подделки. Причина непрозрачности метка. Особенно часто люди обращают внимание на мутный осадок в свежем метке. Конечно, прозрачный более приятен глазу, но следует знать, что свежий нектар зачастую имеет осадок. Так почему свежий мед мутный, а не прозрачный? Все дело в том, что при откачке сладкого янтаря, помимо конечного продукта, к которому мы привыкли, содержится осадок в меде в виде примеси воска, остатков пчелиных тел, небольших частей сот и т. Д. Непрозрачный мед. В основном это все убирается несколькими способами. Фильтрация, отстаивание на протяжении непродолжительного времени. Объяснение такому факту, почему свежий мед непрозрачный, находится достаточно легко. При фильтрации через сит на последнем остаются примеси в виде воска и пчелиных тел. При отстаивании осадок поднимается наверх самостоятельно, без дополнительного воздействия. Но в первые несколько суток этот осадок равномерно распределен по продукту. Также сладкий янтарь начинает мутнеть, когда происходит процесс засахаривания. В некоторых разновидностях по оде этот процесс начинается сравнительно быстро, через несколько недель после откачки, другие сорта сохраняют прозрачность на протяжении очень длительного времени. Например, медок, собранный с акацией, не сахарится в течение нескольких лет. В вопросе покупки по атаке следует понимать, что свежий медок определяется не по цвету и прозрачности. Существует много других способов, чем проверка пчелиного нектара на глаз. Например, свежая патока никогда не будет слишком жидкой. Если попытаться проверить пать деревянной ложкой, то в процессе прокручивания ложки мед будет накручиваться на нее. Разновидности меда Растворяется ли свежий медок в холодной воде? Методы проверки свежего кувшения также разнятся. Распространенным способом проверки является проверка холодной водой. Тут мнение расходится. Одни утверждают, что патока растворяется в холодной воде, причем способ ее растворения тоже заслуживает отдельного внимания. Другие утверждают, что мед в холодной воде не растворяется. Так, растворяется ли мед в холодной воде? Нормативы по этому продукту определяет ветеринарно-санитарная служба. По экспертизам и исследованиям, проведенным данной службой, становится понятно, что натуральный свежий нектар не растворяется в холодной воде, сколько бы его там не растворять. То есть, если опустить ложку с жидким или засахаренным продуктом в стакан холодной воды, он останется нерастворимым. Медок, собранный при цветении акации, жидкий. Если его залить водой, благодаря своей вязкости он может разделиться на соты, но никогда не растворится. Этот процесс объясняется различием температуры и плотности воды и меда. Так как последний состоит на 20% из воды, а на 80% из сухого вещества он может слегка расплыться. Но растворить его не представляется возможным. Таким образом, теперь известно, растворяется ли мед в воде. Причина помутнения метка. Медок обладает разнообразием оттенков, зависящих от сорта продукта. Не в каждом сорте присутствует прозрачность. По расцветкам его можно разделить на три основные группы – светлые, средние, неокрашенные, темные. Последние считаются наиболее полезными для организма. Хранение меда процесс переработки нектара в пасть начинается при сборе нектара с цветов. Пчелы переносят нектар, взятый с цветов, в восковые соты. На этом их деятельность не заканчивается, так как для получения сладкого янтаря мало собрать нектар, его еще надо переработать в ульях. В них насекомые испаряют ненужную воду, перемешивают нектар с воском, добавляя в него определенные ферменты. В нектаре остается всего лишь 20-25% воды, это происходит в первые сутки после попадания нектара в соты. Зрелый мед определяется по признаку восковых печатей в сотах, которые вырабатывают те же пчелы. Если из сот откачать незрелый мед, он долго храниться не будет. Через короткий промежуток времени продукт начнет бродить, вследствие этого мед начнет мутнеть. Витамины состав в незрелом меде не недоработаны, что существенно снижает его качество и спрос на него потребителям. Также пасть после откачки может быть слегка мутноватой, из-за большого содержания глюкозы именно в этом сорте. Помимо глюкозы, в пчелином нектаре содержатся и другие сахарные вещества, но они не добавляют осадки и мутные оттенки. Почему в нектаре осадок? При откачке меда первый осадок пчеловод должен собирать с поверхности и удалять с продукта, так как это, в большинстве случаев, остатки воска, трупа и насекомых и т.д. Это происходит в течение первой недели. Если после этого, в короткий период времени, в продукте опять появляется осадок и его прозрачность становится слегка мутноватой, значит он не дозрел. Это означает, что его следует как можно быстрее употребить в пищу, так как существует большой риск брожения продукта. В некоторых случаях нектар начинает кристаллизоваться практически сразу после откачки. Осадок в меде так почему мед мутный после откачки? Причиной этому может послужить поздний сбор меда из ряда причин. Самой основной является погода. Если не успеть вовремя собрать определенный сорт ссот, то пчелы нанесут в него нектар с других цветов, которые начинают свисти чуть позже. Для примера можно взять липовый подсолнечниковый нектар. Вовремя не собранный липовый мед смешается с нектаром подсолнечника и начинает быстрее кристаллизоваться или, как говорят пчеловоды, садится. Скорость кристаллизации пчелиного нектара зависит от содержания в нем глюкозы. Чем выше содержание этого сахара, тем быстрее происходит процесс кристаллизации. Это и есть ответ на вопрос, почему быстро садится мед. Причиной почему мед не садится может стать неправильный температурный режим хранения. Причина помутнения прозрачного метка. Если после покупки, через короткий промежуток времени, прозрачный мет помутнел, не стоит сразу думать, что это фальсификат. Вполне возможен такой вариант, что в продукте начинается процесс загустения или кристаллизации. Это, наоборот, указывает на его прекрасное качество, так как любой сладкий янтарь, кроме того, что собран с цветов акации, рано или поздно подлежит этому процессу. Кристаллизация пади никак не сказывается на ее витаминном составе. Его все также можно использовать для лечения непростудных заболеваний или для общего укрепления организма. Процесс кристаллизации можно ускорить сменой температурного режима. Оптимальной температурой хранения является температура 13-15 градусов. Если температура хранения выше, консистенция пчелиного нектара будет оставаться жидкой более продолжительное время, если ниже, быстро загустеет. Вот почему мутнит мед. При температуре свыше 40 градусов сон перестает вырабатывать кристаллы, глюкоза начинает испаряться и продукт утрачивает все свои полезные свойства. Более того, он может даже навредить человеку, который его употребляет, так как повышенное содержание фруктозы и недостаточное количество глюкозы могут спровоцировать сильную аллергическую реакцию. Мед прекрасно справляется со многими заболеваниями, активизирует иммунную систему организма, повышает стрессоустойчивость. Его любят все приверженцы правильного питания и здорового образа жизни. Главное – разбираться в характеристиках выбранного сорта для того, чтобы не попасть на фальсифицированный продукт. 0.0 VOT ARTICLE RATING 0.0 VOT ARTICLE RATING